МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Встреча поколений прошла в музее. – Вам необходимо ответить на 20 вопросов. – Исторический квест для молодежи. – Меня еще кто-то подозревает, а я ничего не делаю. – Задержан подозреваемый в сбыте поддельных денег. А теперь об этих и других событиях подробнее. Смоленскую область с деловым визитом посетила делегация португальской компании «Игуари Вариус» для анализа потенциала возможного сотрудничества в агропромышленном секторе. Компания занимается производством и переработкой свинины и обладает большим опытом работы в данной сфере. Губернатор поддержал идею установки в Смоленске памятника жертвам политических репрессий. С такой инициативой к Алексею Островскому обратилась председатель правления СРО Общероссийской общественной благотворительной организации инвалидов жертв политических репрессий Лилия Турченкова. Глава региона порекомендовал заранее определить источники финансирования строительства памятника, задействовав средства внебюджетных фондов. Минтруд составил праздничный календарь на 2017 год. Самыми продолжительными будут новогодние праздники с 31 декабря по 8 января. Несколько праздничных дней в следующем году совпадают с выходными. Предложено их перенести. Таким образом, мы получаем по 4 выходных дня в феврале и в мае. 22 июня, в День памяти и скорби, в Историко-Краеведческом музее Десногорска состоялась встреча поколений. Подробности в нашем сюжете. На встречу были приглашены уважаемые ветераны Великой Отечественной войны. Октябрина Андреевна Каноненко, Николай Кириллович Тимофеев, Александр Алексеевич Четвериков, Тамара Александровна Рок, Елена Захаровна Прокопения. Ветераны войны в Афганистане, ветераны боевых действий в Северо-Кавказском федеральном округе, офицеры запаса, ветераны Вооружённых сил Российской Федерации, солдаты срочной службы. Всех собравшихся приветствовал заместитель главы муниципального образования Сергей Тощев. В очень уютном зале музея всё располагало к общению. Ветераны вспоминали первые дни войны. Гости помоложе задавали им вопросы. Для собравшихся звучали известные песни, и все дружно подпевали. Оказалось, что песни военных лет знает и наша молодёжь. Неудивительно, ведь песня выражает наши чувства, мысли, характер и судьбы. Я смотрел, молодые люди, молодые девушки, они эти песни знают. А если знают они эти песни, значит, связующая нить между поколениями, она существует. Её никак не оборвать. Воспитанники Дома детского творчества для участников встречи подготовили подарок. Каждый получил на память открытки со стихами, сделанные руками детей. Всех угостили кашей, но самое лучшее – это сердечный приём, душевная беседа и приветливая улыбка. В памятный вечер 75-летия начала войны в зале музея было тепло от дружеской обстановки и тесно от близости эпох и поколений. Международное ралли ретроавтомобилей проследует через Смоленск. Экипажи ретро-ралли Пекин-Париж прибудут в нашу область 4 июля. 115 автомобилей с международными экипажами уже начали свой путь из столицы Китая и сейчас движутся по территории России. 26 июня автомобилисты примут участие в праздновании Дня города Новосибирска. Также маршрут ралли пройдёт через Екатеринбург, Пермь, Казань, Нижний Новгород и другие города. Из-за грозы в Смоленской области остановились поезда. На одном из перегонов от сильного ветра упало дерево, которое повредило провода. В результате происшествия своё движение прекратили пассажирские поезда «Варшава-Москва» и «Москва-Минск». Последствия ЧП были оперативно устранены, движение восстановлено. Чрезвычайное происшествие случилось в деревне Колпино Рословского района. 21 июня из-за сильного ветра упало дерево, под ним оказался 14-летний школьник. С открытой черепно-мозговой травмой он госпитализирован в районную больницу. Пострадавший ученик 7 класса – житель Сафонова. По данному факту проводится проверка. Квест, организованный специалистами молодёжного центра для юных десногорцев, был посвящён роковой дате – 75-летию начала Великой Отечественной войны. Какие задания были предложены ребятам и как они с ними справились – смотрите в нашем следующем сюжете. Четырём командам было предложено пройти череду препятствий и достичь цели. Причём выполнять задания нужно было на время. Капитаны получили маршрутные листы и состязания начались. Ребята отвечали на вопросы по истории Отечества, сдавали нормы ГТО, оказывали первую медицинскую помощь и одевали опять же на время защитные костюмы и противогазы. Все участники исторического квеста оказались эрудированными и физически крепкими. Определить победителя было непросто, но вмешалась погода. Команды не успели пройти все этапы, как начался ливень. Жюри определило, что победила дружба. Глава муниципального образования Вячеслав Сидунков наградил 15-летнюю Юлю Бабкину с успешным окончанием девяти классов. Вручил ей подарок и цветы. С мая 2013 года юная Десногорка живёт и учится в Сафоновской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Комитет по городскому хозяйству и промышленному комплексу продолжает принимать заявки на конкурс «Мой двор». Подробности можно узнать на официальном сайте администрации Десногорска. Приглашаем жителей и коллективы предприятий принять участие и сделать наш город ещё краше. Криминальные новости. В области по горячим следам задержан подозреваемый в сбыте поддельных денежных купюр. В дежурную часть МО МВД России Сафоновский поступило сообщение от работника офиса страховой компании, расположенной на автодороге М1, о том, что посетитель расплатился за поле с поддельной денежной купюрой номиналом 5000 рублей. Заявитель сообщил приметы подозреваемого, а также регистрационные знаки и марку автомобиля. Дежурным незамедлительно был введён оперативный план-перехват. В результате указанный автомобиль был обнаружен и остановлен сотрудниками отдельного батальона ДПС. За рулём находился житель соседнего региона 1989 года рождения, ранее судимый. Он был задержан и доставлен в полицию Сафонова. В ходе проверки, доставленного, но причастного к аналогичным преступлениям на территории Смоленской области, сотрудники полиции выяснили, что в тот же день данным гражданином была сбыта ещё одна поддельная 5000-я купюра в торговом павильоне города Ярцево. В следственном отделе Межмуниципального отдела МВД России Сафоновский возбуждено уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Российской Федерации «Изготовление, хранение, перевозка или избыт поддельных денег или ценных бумаг». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободного срока до 8 лет. В настоящее время полицейскими продолжается работа по установлению причастности задержанного к аналогичным преступлениям на территории региона. Накануне в микрорайоне Гнёздово Смоленской области второклассник Даниил Бахарев спас тонущего ребёнка. Трёхлетний мальчик играл на берегу реки, не удержался и со склона упал в воду. Благодаря отважному поступку Даниила никто не пострадал. Но не стоит забывать, что подвиг ребёнка – это результат халатности взрослых. Уважаемые десногорцы, берегите себя и своих близких. Ночью 23 июня в Десногорске произошло ДТП. 19-летний водитель Ауди, пытаясь скрыться от полиции, превысил скорость. На выезде из города он не справился с управлением. Машина на большой скорости ударилась об бордюр и перевернулась, пролетев ещё около сотни метров. 15-летняя пассажирка и сам виновник аварии с травмами госпитализированы в медсанчасть 135. 25 июня в Десногорске пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Всероссийскому дню молодёжи. В этот день с 12 до 15 часов на скалодроме состоится чемпионат по рубке шашкой. А с 16 до 22 часов на городской эстраде будут выступать рок-группы и исполнители рэпа. В 17.30 стартует велопробег по улицам города. Зарегистрироваться можно возле храма в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала adisna-tv.ru. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин